Хотелось бы поднять тему ипохондрии. Так, слышно, отлично. Тогда будем разбираться. Я думаю, что вы не понаслышке знаете, что такое ипохондрия. Это такой чрезмерный, навязчивый страх за своё здоровье. Человек рисует картины в своей голове, что здоровье — такая хрупкая вещь. На самом деле нет ничего дороже, чем наше здоровье, понятное дело. Но возникает такой навязчивый, мешающий качественной жизни страх, что нужно всё контролировать, желательно гиперконтролировать своё здоровье. И есть такое убеждение, вера в голове, что если я за пять шагов буду себя останавливать, буду как-то подстилать соломку, то я смогу уберечься. По этому поводу я всегда говорю, что вы на самом деле не боитесь умереть от какой-то болезни, вы на самом деле боитесь жить. Потому что проблемы желательно решать вовремя и по мере их поступления. Это первое. А второе — профилактика, залог здоровья, но точно не лежание бесконечное в МРТ каждый день. На это можно потратить жизнь, была ли она тогда на самом деле. И люди верят, что если я обнаруживаю новую родинку, обязательно надо бежать показывать её на предмет онкологии. Если появляются какие-то изменения минимальные в теле, то это, понятно, предвестники, ну не просто чего-то такого. Понятно, да, тревожно-мнительный мозг подкинет идеи, увеличился лимфоузел. Ну, может быть, острая вирусная респираторная инфекция, ну зачем так мелко думать, да, когда есть другие заболевания, например, онкология, туберкулёз, в общем, и другие страшные болезни. Поэтому надо же себя полностью проверять. И тогда вся жизнь превращается в жизнь в страхе и забеги с перепроверками к докторам. Это не даёт гарантий, но человек на какой-то краткосрочной перспективе, он себя, в общем-то, успокаивает, да, когда доктор посмотрел, сказал, у вас всё хорошо. С точки зрения КПТ, когнитивно-поведенческой психотерапии, это называется, ну, такой поиск одобрения, да, такой поиск утешения, который приносит временное облегчение. Человек это запоминает, и понятное дело, что в голове формируются стратегии, что если я о чём-то переживаю, то надо пойти куда? У доктора, успокоиться на время. Но если посмотреть выше на эту ситуацию, то можно увидеть, что такая стратегия не работает, что в прошлый раз ты бежал, показывал родинку, в этот раз ты бежишь, показываешь вновь и вновь экстрасистолию, потом будет, не знаю, со стороны кишечника, давайте колоноскопию сделаем, или если желудок шалит фиброгастроскопию, и тогда начинается вот такая вот бесконечная история, то есть тревога, облегчение, поход к врачу, через время опять тревога, и, в общем-то, так и проходит у человека жизнь. Хочется спросить, а была ли такая цель, на это тратить свою собственную жизнь, много интересных занятий, развитий, встреч, знакомств. Можно заниматься своими детьми, родственниками, проводить время со знакомыми, близкими, можно обучаться, можно путешествовать. В общем, вариантов на тему очень много. Но человек верит, что именно такая стратегия, она полезная, не видит, что краткосрочная перспектива, приносящая некоторое облегчение от тревоги, это краткосрочная перспектива, но, тем не менее, проблема не уходит сама собой. Поэтому, конечно же, если вы замечаете у себя такую закономерность, такую особенность, такую привычку, то здесь, конечно, нужна помощь специалиста, для того, чтобы вам объяснили, рассказали, а главное, показали, откуда ноги растут. Я всегда говорю, что не бывает случайных тревожных расстройств, ипохондрия – это одна из разновидностей тревожного расстройства, соответственно, она вам что-то дает. Вот это неприятное слово, может быть, даже где-то обидное, вторичную выгоду, то есть первично вы страдаете, болит желудок, болит голова, какие-то еще проблемы на уровне тела. Но вторично это дает вам возможность, вместо того, чтобы жить эту жизнь, самоактуализироваться, строить отношения, заводить детей, уходить в походы по врачам. И это дает возможность, я вроде как предель, занят, мне некогда, мне нужно сначала выздороветь, а потом только детей рожать. Или именно сначала выздороветь, а потом заниматься детьми. И так, в общем-то, и проходит жизнь. Поэтому ипохондрия, еще раз повторюсь, это одно из тревожных расстройств. Она может сменяться генерализованным тревожным расстройством, потому что сначала человек переживает конкретно о симптоматике, о том, о своего тела. Но это может распространяться с таким мышлением и на другие сферы жизни. И тогда, а вдруг, а что если, у страха глаза велики, это будет генерировать тревогу, и тогда это может быть в виде генерализованного тревожного расстройства. Если это все разгонять и дальше, в общем-то, могут подтянуться и панические атаки, ну и так далее и тому подобное. А если уж вот этот гиперконтроль тела настолько прокачать и стать чемпионом мира по гиперконтролированию своего тела, то постепенно можно переключиться и на гиперконтроль мыслей, и тогда, здравствуй, абсцессивно-компульсивное расстройство. То есть на самом деле миграция может быть в любую сторону, но это все звенья одной цепи, высокого уровня тревоги и тревожно-мнительного характера. Так, у нас уже стало побольше. Давайте посмотрим, какие вопросы у вас ко мне. Так, что-то я видела раньше. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, желудочковые экстрасистолы, обожаю, да, кардиологические вопросы. Скажите, пожалуйста, желудочковые экстрасистолы без органики сердца может ли привести до внезапной остановки сердца? Ну, ответ на поверхности нет, потому что экстрасистолы, это такая вещь, которая бывает у каждого из нас, 500-800 экстрасистол в сутки. Если нет органики, которая провоцирует эти экстрасистолы, то с обычными экстрасистолами физиологическими наше сердце абсолютно спокойно справляется. То есть происходит петля рентри, то есть как бы об напряженную клеточку миокарда, кардиомиоцит, который напряжен в результате тревоги, потому что вы знаете, что в момент тревоги у нас напрягаются мышцы, в том числе могут напрягаться и какие-то клеточки сердечной мышцы. И тогда удар при прохождении, то есть простыми словами говорить, эту зону может дать возврат, будет экстрасистола, но сердце наше настолько мощный орган, что он перезапустит на следующий цикл, и все пойдет дальше. Но что делает тревожный человек? Особенно с кардиофобией, он замечает эти экстрасистолы, начинает на этом фиксироваться, и соответственно напрягать еще больше. То есть направляет туда фокус внимания, и чем больше он туда направляет фокус внимания, тем больше этих экстрасистол становится. Как-то так. Так, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, про эндогенную депрессию. Это антидепрессанты навсегда. Вы знаете, я занимаюсь все-таки больше тревожными расстройствами. Я вам скажу, что эндогенные депрессии – это очень редкие депрессии. Депрессии, которые начинаются в раннем возрасте, они проявляются в подростковом возрасте, это определенный тип характера, и там действительно недостаток нейромедиаторов, которые можно компенсировать приемом антидепрессантов. Но тем не менее, Джима Керри, вы знаете, у него эндогенная депрессия, исправился он с ней без антидепрессантов, а с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. Поэтому я не считаю, что что-то должно быть навсегда. Нужно разбираться сначала в диагностике, потому что большую часть все-таки среди депрессий занимают тревожные депрессии. Депрессии из-за того, что человек очень сильно тревожился, истощился, не может решить какую-то проблему, а любая хроническая проблема, хроническая боль так или иначе будет приводить к унынию. И вот это уныние, это пониженное настроение, ангидония, снижение неполучения удовольствия от ранее получаемых дел могут приводить к депрессии. Поэтому я за то, чтобы была грамотная диагностика эндогенная или это депрессия, а дальше уже разбираться. Так. Добрый вечер. Может ли быть низкое давление из-за тревожного расстройства? Ну, вы можете быть просто гипотоником. Такая особенность организма. То есть вопрос как бы не совсем понятен. При тревоге выбрасывается адреналин, повышается давление. Но если у вас изначально низкое давление, оно может чуть-чуть повыситься. Вы этого можете не замечать. А уже после того, как тревога снизилась или прошла паническая атака, компенсаторно для того, чтобы сердечно-сосудистая система отдыхала. То есть мы не можем все время находиться под действием симпатического отдела вегетативно-нервной системы. То есть мы стащимся, поэтому включается парасимпатический отдел, и тогда может быть низкое давление, да, и цифры низкого давления. Но не все реагируют. То есть еще раз повторюсь, у каждого свой любимый симптом. При тревоге не у всех прям высоченное давление, высокий пульс. Классически да, но у некоторых тревога может проявляться, например, только синдром раздраженного кишечника, и никакого давления нет. Кто-то страдает головными болями из-за спазма мышц головы и шеи. Поэтому тут такая себе история. В принципе, может быть все. Ранее тревожные расстройства назывались нейроциркуляторная дистония. Они назывались по гипертоническому типу, по нормотоническому и гипотоническому. То есть по тип с повышением артериального давления, давление в норме, и либо сниженное давление гипотонии. Поэтому проявляться тревожное расстройство может как угодно. Тут надо посмотреть шире. То есть не может быть, что только у меня тревожное расстройство, у меня низкое давление. Ну, вряд ли. Тогда будет еще что-то. Или бессонница, или проблемы с аппетитом, или в сторону заедания, либо наоборот отсутствие, либо какие-то головные боли, либо проблемы со стороны ЖКТ. То есть обычно мы собираем анамнез для того, чтобы хорошо разобраться в том, что это действительно тревожное расстройство. Я всегда говорю о том, что диагностика, постановка диагноза, то есть что мы лечим, очень важна. Поэтому без четкого анамнеза и понимания того, что есть что, так вот как бы это так, ну очень в целом вопрос. Головокружение может быть при неврозе. А может, и достаточно часто невроз протекает с головокружением. Я дам у пример. То есть мой основной симптом тревожного расстройства был головокружение, головная боль, неясность в голове, ощущение, как будто меня ударили мешком по голове. Такое, как бы трудно сконцентрироваться, трудно даже при том, что у меня идеальное зрение было в тот момент. Вроде как сложно читать, сложно наводить бинокль, как говорится, конечно, да. То есть одна из опций, скажем так, тревожного расстройства может быть головокружение. Еще раз повторюсь, у каждого свой, в кавычках, любимый симптом. Так, что все при панической атаке головокружение. Но я только что ответила, что все, вопросов больше нет. Какие-то вы у меня немногословные. О, отлично. Может ли быть чувство сжатия души в центре груди? Прямо будто спазм души. Ну, это вы так описываете, да? То есть я так понимаю, что это чувство сжатия внутри, ощущение, что в центре груди что-то сдавило. Кто-то описывает, как металлический стержень, или как сильно что-то сжимает, или что-то печет, как раскаленный металл. Может быть такое, потому что у нас за грудиной находится огромное количество нервных ганглей, да, узлов. И вообще тревогу мы чувствуем в первую очередь именно на уровне тела, в груди. Поэтому, может быть, ощущение сжатия, ощущение такого, что там что-то спазмировано, какой-то такой скованности, вполне возможно. А так, страх расслабления, когда расслабляюсь, кажется, умираю. Как с этим бороться? Ну, вот сразу скажу, слово «бороться» при тревожном расстройстве я бы вообще даже не употребляла. Как с этим справляться, что с этим делать, это чуть-чуть по-другому будет менять в вашей голове отношения, потому что борьба — это напряжение. А вы и так находитесь в состоянии «беги» либо «сражайся», ну, либо «фриз». Поэтому лучше ни с чем не бороться, с этим нужно спокойненько разбираться, понимать, что это, и как бы расслаблять свою нервную систему. Страх расслабления… Сейчас убежал вопрос. Страх расслабления, когда расслабляюсь, кажется, умираю. Ну, это говорит о том, что вы давно в тревожном расстройстве, вы давно в тревоге, и для вас расслабление — это как нечто что-то новое, неизведанное, и вроде как вы теряете контроль. То есть когда я в напряжении, я вроде как всё контролирую. Но ключевое слово «вроде как». Поэтому учиться, расслабляться, проводить, наверное, такие поведенческие эксперименты, ну, вот расслабиться так, чтобы попробовать умереть. Может быть, сейчас мои слова звучат как-то обидно, но на самом деле вы же всё равно расслабляетесь. Сколько раз вы умерли? Я думаю, что ответ ноль. Поэтому эта идея в вашей голове — это убеждение и верование, которое не опирается на факты. То есть в реальности всё по-другому. Бороться — это доказать себе опытным путём. Ну, вот расслаблюсь так, чтобы прямо умереть. Ну, как бы от этого люди не умирают. И всё-таки работать над тем, чтобы расслаблять свою нервную систему, потому что чем выше напряжение нервной системы, тем вот такого рода мысли кажутся реальными и пугающими. Они ещё сильнее подогревают вашу так разогретую нервную систему. Так, здравствуйте. Может ли случиться инсульт, инфаркт во время высокой тревоги или ПА? Часто у взрослых от плохих новостей на фоне стресса это случается. Они же точно так же нервничают, как и мы во время ПА. Ну, давайте разбираться. Взрослые и вы. Взрослые и женщина до климакса. Это же разные люди. То есть тогда можно говорить, а может ли у взрослой женщины во взрослом возрасте в 60 лет возникнуть беременность? Нет. Почему? Потому что у неё нет тех гормонов, которые нужны уже организму. Своя физиология уже всё отработала, и уже начался абсолютно другой, очень интересный период. Точно так же удел всё-таки тревожных расстройств – это удел молодых лиц. То есть с возрастом вегетативная нервная система, она становится более такая, ну, уже более сформированная, что ли. У взрослых уже есть изменения в сосудах. У них могут быть атеросклеротические бляшки, у них может быть сахарный диабет, у них может быть куча других сопутствующих патологий, и тогда это уже органическая история. Да, они перенервничали, спазмировался сосуд, но если в сосуде, извините, нет бляшек, то кровь даже в самом спазмированном сосуде спокойно себе будет циркулировать. А вот если там есть бляшки, есть, ну, я не буду сейчас залазить в липидный обмен, рассказывать вам, как устроена бляшка, да, что не сама бляшка, а её стабильность этой покрышки важна. Поэтому у взрослых, да, стресс на плюс органика могут дать такой эффект. У молодых, особенно девочки менструального возраста, защищены гормонами, мужчины молодого возраста. Тоже я не думаю, что ведут такой образ жизни, что у них все сосуды обсыпаны атеросклеротическими бляшками, которые всё-таки являются основой инфаркта, инсульта. Инфаркта — это сосуды сердца, инсульт — это сосуды головы, поэтому нет. Давайте не будем фантазировать. Во время тревоги ИПА выбрасывается большое количество адреналина. И хорошая новость в том, что в этот момент вам понятно, что руки, ноги могут быть ледяны и будет спазм на периферии. Но всё-таки сосуды коронарные в этот момент расширены. Почему, когда в американских фильмах мы смотрим, приезжает человек, умирает, ему колят адреналин? Для того, чтобы расширить коронарные сосуды и сосуды головного мозга. Так вот у вас вашего собственного адреналина выше крыши, то есть вам скорую вызывать не надо. Поэтому это, в принципе, из ряда фантастики. Так. Как двигаться по городу? Я обозначил какой-то круг, зону, где я двигаюсь, и мне нормально. Но куда-то другое место идти не могу. Думаю, что больницы далеко, дом далеко, не успеют. А я боюсь спросить, а кто должен успеть? То есть получается, что какое-то расстояние от дома вы можете добежать впереди кареты скорой помощи до больницы, либо добежать домой, и всё, вы выздоровели. Ну, разве так бывает? То есть получается, что вы себе придумали. Это вот как раз-таки спасательное поведение и избегающее поведение, что вот есть определённый, там, не знаю, кусочек территории, на которой вы себя чувствуете безопасно. И вы верите, что здесь ничего не случится, а у вас что дома? Кардиореаниматологи под кроватью живут? Или вы считаете, что вот если вы добежали в больницу, дверь распахнули, и как в американском фильме, вас сразу же, знаете, на каталку, капельницу и так далее. Нет, придётся посидеть в очереди. Поэтому ваши фантазии и вызывают у вас напряжение. Это напряжение и приводит к симптоматике. И тогда, как самосбывающееся пророчество, что вот, значит, я спасся только потому, что был в этой зоне, да, которую я сам себе обрисовал, что она безопасная. А вот если я перешёл в какую-то зону подальше, что происходит с вашим здоровьем? То есть отошёл от дома на 500 метров, я здоровый. А вот километр, всё, у меня начинает барахлить сердце, отказывать лёгкие, уже нужна пересадка. Ну, это, конечно, ваши домыслы об этом. Что же делать? Потихонечку отходить подальше, проживая эти состояния, давая себе понять, что да, даже если есть симптоматика, она дискомфортна, но абсолютно безопасна. Пока вы рисуете эти зоны, обозначаете эти тропы, которые вас якобы спасти могут, вы подкрепляете своему мозгу убеждение, что вы чем-то страшным вольны. Тревожное расстройство не приводит ни к смерти, ни к сумасшествию. Но люди в это свято верят. Доктор Волучши, спасибо, моя дорогая. Так, Ольга, добрый день. Скажите, могут ли быть спазмы в голове при тревоге и головокружении целый день, каждый день? Что с этим делать? Как этого не бояться? Могут быть при тревоге и головокружение, и головная боль? И может быть каждый день, если вы каждый день тревожитесь? Вот вы каждый день выпиваете бутылку водки. Говорите, а на следующий день у меня будет похмелье? Будет, если вы каждый день тревожитесь, то будет головокружение и, например, головная боль. Будет тот симптом, который у вас есть, ваш любимый, уникальный. Что с этим делать? Работать и снижать тревогу. Разбираться, как вы это делаете с собой. Ну, то, чем мы, в общем-то, занимаемся четыре недели в интенсиве победить тревогу. Приобретаем навыки расслабления на уровне тела, понимаем, как и вообще, чем я вызываю все эти свои симптомы. И, в общем-то, постепенно снижая напряжение своей нервной системы, приходите к тому, что, в общем, даете возможность своей нервной системе отдохнуть, восстановиться. И симптомы меньше и меньше, и постепенно они приходят. Но это полдела. Важно понять, что голова от Ольги Валентиновны может болеть только Ольге Валентиновне. Если она, я сейчас о себе, будет брать дурное в голову, будет о чем-то тревожиться и думать, то тогда у меня будет головная боль, потому что это следствие определенного процесса мышления. Поэтому с этим разбираться надо системно и, в общем-то, как со всеми тревожными расстройствами. Как попасть ко мне на прием? Напишите мне в директ личные сообщения. Оля, добрый вечер. Очень рад вас видеть. Взаимно распишите. Значит, у вас все хорошо. Тоже очень переживаю о вас. У меня каждый день уже третий год. Я, когда был в остром неврозе, боялся за сердце и сойти с ума. Но на желудок было все равно. Из-за этого колол и пил все подряд. Но по итогу недавно был аппендицит, и я вернулся в острую фазу обратно. Интересно. Ну, это называется либо миграция симптома, либо чем-то там его углушил, уверял себя, что эти таблетки, ну, внушение же никто не отменял. Возможно, это были какие-то успокоительные препараты, которые временно снизили уровень тревоги. Это то, о чем я всегда говорю. А мышление осталось прежним. И тогда аппендицит, не знаю, как он связан с тем, что вы себе кололи, никак просто совпало, да? Ну, в общем-то, у меня тоже удален аппендицит. Ну, правда, в раннем детстве. Ну, вряд ли в 6 лет удаленный аппендицит привел меня в 31 год или в 32 в тревожное расстройство. То есть перенесенный аппендицит вы восприняли как-то тревожно, как-то себе это описали, и здравствуй, снова невроз, здравствуй, снова тревога. Ну, это говорит о том, что с мышлением вы абсолютно не работали, и ваш стиль мышления такой же тревожно-мнительный. А, как говорится, тревожный человек из всего может сделать тревогу, да? Как женщина из всего может сделать шляпку, сумочку и салат. Так, я вам писала, вы мне не отвечаете. Странно, напишите еще раз. Запишите еще раз, может быть, я вас не поняла. Это не была карательная акция против вас. Напишите еще раз. Бывает, что директ перегружен, и я что-то пропускаю. Да? Продолжение следует...